Доброе утро, дорогие друзья! Вместе с вами сегодня я хотел бы коротко порассуждать на такую тему, как Часть или все же целое? Что для нас в жизни важнее? И, конечно же, большинство людей осознают и понимают, что целое – это гораздо больше, чем часть. И существует такая даже поговорка «Лучше почерять часть, чем все целое». И в жизни у каждого человека бывает рассуждение на эту тему. Представьте себе ребенка, который без желания идет в школу, но родители говорят ему и принуждают его, говоря о том, что надо получить профессию, надо получить образование, надо иметь доступ к материальным ценностям. Одно, а то, а иначе ты станешь бедным. И это принуждает ребенка идти в школу, и он учится неосознанно, без желания. И это происходит. Врач направляет ребенка в бассейн и говорит родителям, спина нездорова, и поэтому надо заниматься плаванием. А у ребенка водобоязнь. И пока это пройдет, пока ребенок освоит, и пока он будет принуждать себя к этому, сколько же времени пройдет? Представьте себе человека, у которого только юность была интересной, здоровой, счастливой, а вся остальная жизнь – страдания, болезни, одиночество. И в целом его жизнь в большей степени негативна, чем позитивна. Представим себе человека, пусть это будет семья, и это жена, которая говорит своему мужу, ну кроме зарплаты твоей, ничего в тебе хорошего нет. Или представим мужа, который говорит своей жене, «Вот ты молода и красива, а иначе я бы тебя бросил». И есть много рассуждений на эту тему, когда один человек другому говорит, что обойдется без него, что его не любят. И это бывает не только в семьях, но это бывает и на производстве, когда начальствующие показывают свое презрение и неуважение к своим сотрудникам, и говорят им такие слова, «Но если ты пойдешь в отпуск, ты мне больше не нужен, можешь не возвращаться». И такое тоже происходит. И рассуждая на эту тему, часть или все же целое, можно понять и страдания любого человека, когда либо духовная, либо физическая сторона его жизни не складывается. А гармонии между духовным и физическим нету ни у кого. И мы постоянно балансируем между духовным невидимым миром и физическим миром. И мы иногда пытаемся через физические какие-то возможности компенсировать духовные потери. И это не получится. Поэтому целое всегда лучше и больше части. И стремление человека к гармонии, к целостности, оно похоже на простую вещь, банальную, примитивную. Человек после работы принимает душ и не моет свою, скажем, правую сторону тела или голову, шею, лицо, или ноги. И это незавершенный процесс. И рассуждая на эту тему, надо всегда думать о том и понимать, что духовный мир, он бесконечен, бескрайен. Поэтому он доминирует и он более важен. А физический мир, как следствие духовного, он ограниченный. И это тоже надо осознавать. И все меняется. И то ценное, которое у вас есть сегодня, оно может стать абсолютно неважным завтра. И такое происходит. Мы приходим в этот мир без ничего. И уходим мы без материальных ценностей. Рассуждительную тему послужило то, что за более чем 40 лет работы тренером по плаванию я встретил только двух талантливых людей, детей. Я не буду называть их не имена, но можете себе представить двое, скажем так, детей, которых привели на плавание, и в течение одного занятия эти дети не просто поплыли, а поплыли тремя способами. Кролем, на спине, брасом, без дельфина. И они уже в течение одного часа занятий проплывали 25 метров, причем техника была такой, что можно было снимать это на видео, как учебное пособие. только двое детей. Таланты нет у многих людей. Но, если бы только талантами складывалась наша жизнь, она складывается еще трудолюбием, настойчивостью. И вот это все вместе гармония. И если отсутствует этой гармонии, целостности, то тогда приходят понятия и звездных болезней, и прерванная спортивная или научная, или творческая карьера, или неудачные браки, семейные взаимоотношения и так далее. Поэтому, рассуждая о части или все же целом, мы должны однозначно говорить целое важнее. Просуждайте вы на эту тему. Я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова